Продолжение следует... ...эмоционально насыщенные каменные летописи подвигов многочисленных тюркских этносов, которые населяли в те времена просторы Евразии. Предоставленная наскальная живопись позволит окунуться в эпоху неолита, бронзы и средневековья. Петроглифам данных временных периодов будет посвящена выставка в Астане, на которой представлены более 70 копий петроглифов, выполненных натуральную величину на мекалентной ирисовой бумаге по древнекитайской методике и традиционному методу копелька. В этой связи на пресс-конференцию мы пригласили историков отечественных и зарубежных, которые расскажут о тюркских корнях в населенном искусстве Хакасии, Казахстана и Алтая. Жусупова Роза Сидуалиевна, директор галереи современного искусства Щижире, заслуженный деятель искусств. Шулика Виктор Николаевич, доктор исторических наук, профессор, руководитель представительства Россотрудничества в Республике Казахстан. Нарылков Сергей Геннадьевич, кандидат физико-математических наук города Абакан, культуролог, историк, соавтор прошедших выставок в 2010 году в Астане и в Алматы. Назаренко Елена Юрьевна, доцент кафедры архитектуры и дизайна Алтайского государственного технического университета, исследователь петроглифов Алтая, Монголии и Дальнего Востока. Рената Сала, итальянский ученый, научный сотрудник новой лаборатории геоархеологии, специалист по наскальным изображениям, который работает на факультете истории, археологии и этнографии Казахстанского национального университета имени Альфа-Раби. Самашев Зинула Самашевич, доктор исторических наук, профессор института археологии имени Маргулана, автор книги «Петроглифы Казахстана». Коржабай Садкажаула, доктор филологических наук, профессор, тюрколог, директор научно-исследовательского центра тюркологии и алтайстики. А теперь я передаю слово Розе Васильевне для дальнейшего координирования нашей пресс-конференции. Добрый день, уважаемые. Позвольте поприветствовать вас и, соответственно, всех нас здесь, в вашем гостеприимном пресс-центре. И для нас это большая честь сегодня выступать на данной пресс-конференции. Вам, всем нам, казахстанцам, известно, что сегодня в Казахстане действует уникальная расширенная программа «Народ в потоке истории», ведутся расширенные исследования в области истории казахского народа. И, как писал президент Назарбаев Нарсултанович в своей книге «Воплощая мечту Аблая», сегодня нам, профессионалам, культурологам, историкам, необходимо выполнить большую задачу по воспитанию молодежи, по формированию грамотного мировоззрения и взгляда на историю, на историю нашего народа, на историю народов евразийского пространства. Воплотившаяся мечта Аблая позволила нам сегодня иметь дружеские, крепкие взаимоотношения с Россией, благодаря которым развиваются экономические, технические и, конечно, культурные связи. И представленная в Астане выставка, которая называется «Наскальное искусство Хакасии Алтая», стала возможной благодаря вот такому творческому, культурному, идеологическому, политическому взаимодействию наших соседей России и Казахстана, где вы все знаете, что у нас древние корни нашей дружбы. И выставка «Наскальное искусство Хакасии Алтая» стала возможной благодаря поддержке Российского центра культуры и науки, благодаря поддержке друзей из Хакасии Алтая и, конечно, теоретической поддержке наших профессиональных археологов, тюркологов и историков. Как писал известный западный философ Юнг, что национальная культура, архетипы, национальная душа, она формируется, берет свои истоки в древности, но преломляется в современности, в современной духовной дифференциации. И поэтому это очень важно, не просто механически переносить в современность какие-то древние наши артефакты, древние представления. Жить в отрыве от современности нельзя. И в то же время забывать свои древние корни тоже нельзя. Поэтому галерея современного искусства Чижире, идеологической подоплекой которой является древняя казахская пословица, говорящая о том, что никчемен тот сын, не знающий в семи поколениях своей корни, и никчемен тот народ, который забывает о семи поколениях своей истории. Поэтому древняя связь с нашей историей, с традицией, культурным мировоззрением наших предков, она является основополагающей. И в эту тему ложится выставка, выставлены экспонаты, уникальные экспонаты, которые впервые в Казахстане представлены. И они говорят об очень глубоких корнях тюркского этноса, в частности. Они говорят о тех новых современных возможностях расшифровки наскальных тайн, наскальных книг. И сегодня это стало возможно благодаря поддержке Российского Центра науки и культуры. И я сейчас хотела бы предоставить слово руководителю представительства, Роспредставительства в Республике Казахстан Виктору Николаевичу Шулико. Доктору исторических наук, профессору. Спасибо большое. Дорогие друзья, уважаемые коллеги. В городе Астане располагается Российский Центр науки и культуры, который входит в федеральное агентство Россотрудничества. Я являюсь руководителем представительства Россотрудничества в Республике Казахстан. Оба наши государства союзники, добрые соседи, и мы сотрудничаем в различных областях. Область нашей деятельности – это гуманитарное сотрудничество в области науки, культуры, образования, поддержки граждан Казахстана, которые любят русскую культуру, русский язык и дружат с Россией. Причем это народы самых различных национальностей. И мы уже многие годы сотрудничаем с галереей современного искусства, которую возглавляет Роза Жусупова. И возникла идея провести выставку в стенах Российского Центра культуры под хорошим таким историческим названием «Наскальное искусство Хакасии и Алтая». Согласитесь, что даже само название, оно немножко загадочное и подталкивает человека узнать, а что же это за искусство «Наскальное». Я, честно говоря, хотя являюсь историком, занимаюсь другими направлениями своей исследовательской деятельности, но тоже заинтересовался, конечно. Например, впервые узнал, где мы можем увидеть первые изображения жилища кочевника. Оказывается, вот на скальных рисунках, изображениях. И если вы придете сегодня в 16.00 в Российский Центр науки и культуры, вы увидите многие уникальные исторические вещи, которые можно смотреть, удивляться, восторгаться, что люди той эпохи смогли изображать свою жизнь вот таким образом. История, она вещь загадочная. И если кто-то думает, что все по порядку изложено в учебнике, и это является историей, далеко не так. История очень наукоинтересная, и в ней еще много неизвестных страниц и белых пятен. Вот одна из таких страниц загадочных, вот наскальное искусство. И я хотел бы, чтобы вы посетили эту выставку и передали через свои средства массовой информации интерес ученых к этой проблеме. Спасибо. Благодарю, Виктор Николаевич. Наскальное искусство можно действительно, и это уже сейчас учеными признано во всем мире, отнести к высокому рангу изобразительного искусства. И вот ломая стереотипы, ученый, культуролог, патриот своего края, своей страны, Сергей Геннадьевич Нарылков, хотя являясь сам по базовому образованию технарем, он уже ведет многие десятки лет такую свою исследовательскую работу по изучению истории своего народа, своего края. И я думаю, что этот человек, обладающий удивительными энциклопедическими знаниями в области истории тюркского этноса, тюркской истории, письменности, артефактов до письменной эпохи, сегодня, благодаря своему энтузиазму, личному вкладу, позволил нам, станчанам, казахстанцам, приобщиться к тем удивительным артефактам, находящимся далеко от нынешнего места нашего присутствия. Но, тем не менее, техника и представленные работы, которые вы в живьем увидите, словно вот вручную, напрямую соприкоснетесь с древнейшей историей. Сейчас речь идет о трех-четырех тысячах лет тому назад. И вот эта работа стала возможной благодаря Сергею Геннадьевичу Нарылкову, слово которому я и хочу предоставить. Здравствуйте, дорогие друзья. Как вы меня представили, я буду представлять наскальное искусство Хакасии. С Розой Жусуповой мы знакомы уже давно. У нас это четвертая выставка в Казахстане. И на приглашение галереи Шижири провести такую выставку в Казахстане мы с удовольствием согласились, потому что у вас в Казахстане вот эта тема популяризации наскального искусства поставлена на достаточно высоком уровне. Здесь у вас проводятся выставки, издаются прекрасные фотоальбомы. Удивительно, даже у вас чеканятся монеты. Я посмотрел в интернете. В Казахстане отчеканина порядка десяти коллекционных серебряных монет, достоинства 500 тенгек, в которых на монете прямо вычеканы известные петроглифы с Розича Тамгалы, всемирно известные у Розича, которые внесены ЮНЕСКО во всемирное культурное наследие. Поэтому нам очень хотелось, конечно, показать и свои рисунки, потому что мы ближайшие соседи, ближе, наверное, на Востоке нет никого, и мы близкородственные народы. И чем глубже мы углубляемся в историю, тем ближе, тем больше можно находить вот этих общих наших общих связей, общих корней, общих каких-то этнических особенностей. Достоинством наскального искусства стоит в том, что это как бы дописьменные источники, дописьменные источники, хотя у нас, у тюрков, как вы знаете, письменно существовало полторы тысячи лет назад. Кстати, первую такую тюркскую надпись нашли как раз у нас на территории Хакасии, когда Петр I послал знаменитую экспедицию Готлеба Мессершмитта на изучение Сибири. И очень долго, очень интересная история, доказать, что это руническая письменность, оказывается, наша тюркская. То есть до этого на неё претендовали очень многие как бы этносы, но когда в Монголии нашли знаменитые стелы, которые у вас вот стоят на входе в Гумиллёвском университете, там было два типа надписи. Руническая надпись и на китайском языке, и датский учёный, если не ошибаюсь, Томпсон, проанализировав эти дуальные две надписи, доказал, что это тюркские, все сразу успокоились, поняли, что это наша тюркская письменность. И с тех пор вот очень много было открытое первоисточников. Мне вот в прошлом году удалось открыть надпись 16 знаков, как вы знаете, у нас всё это писалось согласными буквами, и шестнаков, плюс ещё гласные буквы, получается, ну там порядка 30 букв, то есть целое предложение мы нашли, уже опубликовали. То есть много ещё чего можно находить, даже простым непрофессиональным людям. Но это вот где-то полторы тысячи лет назад, а дальше у нас никаких письменных сведений нет, ну не считая, может быть, арабские, китайские источники. Единственное, что древний человек, он нашёл способ передать свои мысли, ощущения, мировоззрения, верования, вот в этих наскальных рисунках. Это такая каменная летопись наших предков тюркских, которые вот на скалах, на камнях выбивали, и они дошли до нас. Вот эта сокровищница, её нужно широко использовать у вас в Казахстане, точнее, ну, благодаря президентской программе это хорошо поддерживается. Ну, я приводил, например, чеканится монет. По-моему, ни в одной стране ещё нет монет, а чеканены в честь вот этого, ну, в честь вот таких вот петроглифов, изображённых на камнях. Поэтому мы с удовольствием приехали, привезли из Хакасии и из Алтая вот тоже петроглифы, с прародины тюрков, и всех приглашаем, всех астанчан и казахстанцев прийти и посмотреть. Я, те, кто придёт, я, надеюсь, не пожалеют, а времени потрачено на посещение этой выставки. Всех вас приглашаю. Спасибо. Благодарю, Сергей Геннадьевич. Действительно, те зафиксированные древними нашими предками письменные знаки, символы, образы, над расшифровкой которых ещё сегодня продолжаются исследовательские работы, они позволяют нам, современным казахстанцам, прочувствовать свою глубочайшую связь с древностью, зафиксировать полутора тысячелетний этногенез нашей казахской нации. Это свидетельство того, что наши степные кочевые этносы, которые когда-то слились все в едином котле на евразийских просторах, они были просвещенными людьми, одухотворёнными, у них была своя мифология, была своя религия, были свои те паттерны сознания, от которых отталкивались они в своих действиях, и зафиксированная вот эта вот, скажем так, кладезь общемировой цивилизации одной из является руническая надпись. Специалистом по руническим надписям является известный на учёный мирового масштаба, которого мы сегодня имели честь пригласить сюда, это Каржоубайсар Каржоуле, которому бы я и хотела предоставить слово. Продолжение следует... 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 Теперь это будет ахпарат. Осы таспетиндегі суреттеры, онлайн-самбалар бар көптеген. Остар арқылы бізге сожидан жидкий заманның ахпаратарымыз кеткізе бодыр. Енді оның еңгі бір кезінде, біздің жыл санамыздан бұрынғы, 14-12 годын бастап, мына кәзіргі осы жазба тілдің алғашқы графикалар шыға бастаған екен. Енді бұның фактілері қытайдың ұлы қорғаның сырты нан бастап, нәншән тауынан бастап, мына жағанымына сөбір, мына жаға қына тенізге дейін орталықта табыл батыр. Оған байланысты шыққан кәзір бізде көптеген қылыми еңгіліктер, бәрі де сұғар еңгіліктер арқы лайкым бұрыл батыр. Енді сол біздің жыл санамыздан бұрынғы, бұрын 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 басталғы жаға таңбалар, графикалар артынан жазуға ұйналды. Сон барып бар жаға ағымдағы жазу, күн дауырынды, сағы дауырынды. Оның кейін жаға біздің жаманығын бісінші алтыншқасындың бастап, үшінші алтыншқасында бастап арғана ережесіп, пайда болды. Мені сондай жазуғылардың бірі, бір топы. Қазір енісей ойды еміз, мұна Какасия, Алтай, Тува жерін тавылар. Сол жазуғылардың біразын жаға кешегі мен көрдім, мұнақ сен жазып, Истамбай жасы бақпылеген көрінбесінде үшінде тұр. Бұдар енді осынан 1500 жыл бұрынғы дүниелер, 1500 жыл бұрын қалтырғат аты бабамыздың, бір сөзінің өзі бір тонн алтынға тен, деп айтылар едім мен. Сол кезде бабаларымыздың не айтықп еттті, сөзі қандай еді, одарың тілі қандай деген осы жазылар арқылы біз айталамыз. Енді бұғы седің әкелген көрмелерін көрдім кеше, ана орыс мәдени орталығынан, ең мен менің көрмелдің беріңсіз әсесіз бұғы естампаж бүші тілі қазау технологиясы. Бізді естампаж бүшін бүшін ұда сөз барды үшін әттен құрын жүйіндер бұғы сөзі етттінң ғамыздың бірді зәнделік. Мені қыздар, осы естампаждағы қырағанда бұдардың әдісі өте ерекше. утром Субтитры делал DimaTorzok 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 В гораздо более широком территориальном понимании ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 На скальное искусство, на скальное изображение в какой-то степени связано с сохранениями передачи информации. В этом смысле древние художники являются вашими предшественниками, они с помощью этих знаков, символов и изображений различных сюжетов передавали те знания, которые накапливались в конкретном социуме, вообще в человеческом сообществе. Другие последующие поколения. Поэтому на скальные рисунки являются историческим источником, с одной стороны, источником по изучению древнего искусства, разумеется. Их изучают различные специалисты, не только историки, но и лингвисты, литераторы, физики, химики и другие представители различных специальностей. Они широко распространены по всему земному шару. Но вот центрально-азиатский регион, казахстанский, вот это Хакасия-Минусинская котловина, там сконцентрировано наиболее интересное произведение на скального искусства. Два памятника на территории Хакасии, это Сулекская писаница и Боярская писаница, известны всему человечеству. Они не только, это впервые изучены первой камчатской экспедиции академической в XVIII веке, к ним обращаются до сих пор различные специалисты. Они относятся и до Тюркскому периоду, и Тюркскому периоду особенно, они сопровождаются письменными сообщениями и вдвойне увеличивают информативность, уникальность этих памятников. Поэтому вот на выставке, если вы увидите, вы поражаетесь мастерством этих художников, мастерством художников и древних художников. Некоторые ученые сравнивают с создателями, с демиологическим процессом, то есть создатели из ничего. И вот в этом плане есть разная мифа о создании творения мира, вселенной и так далее. И вот художник, который создавал эти шедевры, сравнивается в некоторых мифологических традициях с создателями, с творцами. Поэтому те произведения, которые относятся даже к каменному веку и в последующие исторические периоды, они неповторимы. И любая попытка современных художников, великолепных, заслуженных, виртуозных, повторить и скопировать не получается. У них была бы своя система, веками выработанная, свой стиль характерный для каждой эпохи. Это все сохранилось. И все это вы видите в этих великолепных копиях, которые привезли наши российские друзья. И с удовольствием мы будем их смотреть. Спасибо. 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 Благодарю. Действительно, мы живем на уникальной территории, гордимся своей страной, своими завоеваниями, своими, скажем так, новыми возможностями. В мировом сообществе Казахстан известен не только как крупная газовая и нефтяная страна, добывающая огромные сегодня и разрабатывающие огромные нефтяные месторождения. Мы гордимся такими, да, как Тенгиз, Карачаган, Кашаган, но не менее для нас бесценным является наше культурное завоевание, культурные сокровищницы. И они очень притягательными являются для наших зарубежных гостей, для наших друзей, которые специально приезжают из зарубежья для того, чтобы познакомиться больше с историей, с археологией и с культурой казахского народа. Я сейчас с большим удовольствием хочу вас познакомить со своим другом Рената Сава, который в 1994 году приехал в Казахстан и больше отсюда не выезжает, потому что он изучает историю. Он участвовал в больших раскопках от Рара, он наши все петроглифические центры Казахстана знает, изучил. Каждый летний сезон он выезжает туда и, не зирая ни на жару, зной, дождь или какие-то природные катаклизмы, они проводят свою научную работу. И Рената выпустил книгу, посвященную петроглифам Казахстана, с интереснейшим обоснованием, с описанием, с расшифровкой. И сегодня он продолжает работу как научный сотрудник кафедры геоархеологии Казахского государственного университета, факультета археологии, истории и этнографии. Ему слово. Здравствуйте. Геоархеология – это изучение связи человек-природа, человек-зреда, человек-ландшафт. Но на этой связи есть много монументов, примерно главное использование вода, но есть тоже культурализация ландшафта, культурализация пространства. И на культурализации пространства есть много элементов, есть оба, есть курганы, есть ограды, но есть маркировка на камень, которая называется, наконец, петроглиф. И они самое главное. По многим причинам они главные, потому что есть много, они держат 5-6 лет. И потом, на Казахстане, его количество огромное и качество тоже очень высокое, и распространение на один широкий кронология. Почему они главные, буду говорить побистрее потом, но по кронологии он идет ранее, чем бронзы, очень трудно определить, потому что называется это аркаик. Но надо, до 20 лет назад никто говорил паркаик, но сейчас освободило чуть-чуть наши парадигмы и начало изучить вещи, которые идти на неолит, как Земля сама, что много говорил на эту тему. Потом бронзы, которые двадцать лет до нашей эра, которые были большим развитием на скале из Кузвы на Казахстане. Потом огромная перестройка есть между бронзы, сака, пастиль, субъекты, и до сих пор сака структуры держит до сейчас. Есть один маленький гиатус после сака, и потом один развитие на Турске периода. Быстро. Это для наших людей, которые слушают это. Почему главное? Я хочу говорить простой. Хочу говорить один легенд. Это для Италии. На первой мастер ренессансе, Кузвыни, назывался Готто. Си-снает, Карда-Анте, как Микел-Анджел, они Готто. Он рисовал на Капелла Ди Ассиси, истории Сан-Франсис. Он не бил кудосни на нациал. Он бил очень простой, маленький, бедный, маладой человек. И он бил чабан, по легендам. Но, чабани, надо сидит из Матри Барани, и скучна, Канесна. Это недели, он нациал рисават Барани на камен. Но, в Индии, писком там, самая высокий мастер на этой периоде, на Завеца, Кимабуэ. Он видит, какои красота, какои элеганты, какои скора. Готто использовала на его рисунке, и при Глазилии, на его мастерская. И, по-ручилла, первое, фундамент, итальянский ренессанс, по-искусству. Это легенда. Но, на этой легенда, это есть. Первое, если смотрим, читаем легенда, как легенда, там есть несколько элементов. Первое элементы, первое искусство было на камен, и было на руках Чабани. И потом ушла на другой вид, когда изучил новый социальный контекст. Канесна, главный, это рисунке, не только для искусства, потому что, си эксперименти, на насча, на писат, на цяло, на камен, то же. Ни только, elaborации, фигури, красота, contemporари, арти, новые феномены, визуальное чувство. Но тоже практикально писательные формы, как идеограмм, силабографии, алфабеты, начало из экспериментов. Когда идеограмм это огромное феноменом скандинозоброжения, которое есть на Казахстане, надо думать, там есть очень высокий мастер и очень высокие научно-лингвистические эксперименты. Вы думаете, на этом веке сколько большой мастер, который идти на базар побольше, чем 10 миллионов долларов? Можно есть 100, 50. Если идем на Ренессанс, Европа, Италия, Фландры, можно есть 500. Но если идем далеко 5000 лет, здесь на Казахстане, сколько это люди, которые есть цена больше, чем 10 миллионов долларов или без цены есть на нашей Каме, рядом с нашей Силой? Конечно, надо думать по 100 или по 1000. Поэтому визжание для Петровых, это сохранение Петровых очень главное сразу сейчас, потому что рискованно, 20-30 лет, на скорую эволюцию, экономерности, патериал огромная масса. Можно больше тенге, чем на бензин. Не знаем. Все. Ну вот речь темпераментного итальянца. Надеюсь, вы суть уловили. И сейчас мы тезисно сказали самое главное, что хотели. И, конечно, более детальные, если у вас есть вопросы, интерес, какие-то острые вопросы или что-то вообще непонятно, пожалуйста, теперь вы можете задавать вопросы, а мы с удовольствием будем вам отвечать. Продолжение следует... Айрымашылығы бар ма? Оларды орында аутасыл жағынан айрымашылығы болуы мүмкін, сюжеттік линия бойынша айрымашылығы болуы мүмкін. Жалпы мәдениет... Мәдениет... Қалай айтсақ? Мәдениет үндестігі жағынан оның қаншалықты бірігетіндігі, оның айрымашылыға. Бұл алғашық сұрақ, екінші сұрақ, осы петроглифтерді туризмнің бір бағыты ретінде қарастыра аламыз ба? Екіншісі. Және осы петроглифтер ҚАК әселінде болсын, Қазақстанда болсын, мемлекет қорғау жағынан қаншалықты қолдау көріп жатыр. Және осы Қазақстандағы петроглифтер Қазақстанда қырдың қаншалықты кірді? Енді Қазақстандағы айырмашлықтар аздағым бар. Әсесе ынау сол үстіксі бірдегі таспендендегі сөреттермен Қазақстандағы сөреттердің арасында біраздан айырмашлықтар болады. Звучит музыка. Олгалай, жалпы, біз жаппай сұртынан сақтар дейміз, гректер, мына батысында скип дейді, сақтеген атау негізінде парасарқылы жағы саталып бір, бірақ көне түрклі ургоникалық жазудында сақтуралы термин шығыратыр кәзір. Песінші, алтынші, жетінші қасырген шығым сақтайпалары, айбасында болған екен сақтың, сонды атаулары бар енді. Енді бұл сақтар, европалық сақтар, сонсы мұна құмдағы, құмжағындағы мұна үшінжан дейміз кәзірген шығысындағы сақтар, сібір сақтары, сонсы мұна мұна үшіндегі алтай сақтарының ортасында айырмаштық бар. Бірақ барлығы, әнді қазір ғалымдарынға айтып ойыншы, әнді мұна денка деміз ғой, және генологиялық және зерттеулер арқылы, денканы зерттеулер арқылы бұдар барлығы түрік кілінде сөйлігін дегенде, әмериканың ғалымын біз кезінде мұна Москва да тұрп, қазір әмерекеткер 30 жыл болды, қлиоспетін үлкін, генетик, ұнысынды түре шығарты, сонсы Мұна Бабилов атындағы Москва дағы, орталық Москва да сөзген дәліне бастырте және алыс шығыстағы ғоныласқан Бабилов атындағы генетика инститінің зерттеулері бойынша, тағы да бұдар үн зерттеулерін егіз бір және шығатыр барлық түріктердің мәселе қойыл батыр, бұған дейін бұл мәселе бұл сонғы жылдардағы қордыңдар, құрыл нәне шығарын егізді. Күйін кезде, осында генетиктердің генетика деген бұл өте дәл ғылымға өте қателек едеке те бермейтін адамның үстегіне, жысынғен сексоқтылған қанына деген сияқты зерттеу жасыу ғарқылы, осындағы Нәрсеге, ұқырылған түшірімға келеді. Осының қырылған және шығадыр. Но сейчас в Казахстане был очень хорошо. Но он был очень хорошо, и сейчас стал Танг Балтас, в Алматы области. В Университете, я не знаю, что я не знаю, и я не знаю, и я не знаю, что он очень хорошо. Поэтому я не могу сказать. Продолжение следует... 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 Есть, впытует такое мнение по поводу тоже комментариев. Можно ответить, да? Действительно, я немножко коснулась этого в своей аннотации, о том, что Алтай – это плавильный котел многих народов. И если связи мифологические и стилистические распространяются на такие отдаленные территории, как Индия, Дальний Восток, есть связи с европейскими государствами, Северной Африкой, то, вероятно, можно так считать, что действительно Алтай являлся таким центром распространения цивилизации по всему миру. Есть такая версия. А в качестве примера такой мифологии, удаленно распространенной, можно такой пример привести, если мне поможет технический помощник. Есть вот такое изображение петроглифическое. Это бегущая антилопа. Видно, что она в движении, и у нее на заднем копытце выбита звездочка. Естественно, были наблюдательными людьми, древние наши предки, и замечали, что в вечернее время при беге животных некоторые из них выбивают искры. Но они считали, что они звезды выбивают, и поэтому наделили их особыми волшебными свойствами. Отсюда родились эпос индийский о золотой антилопе и наша о серебряном копытце. То есть общая вот эта вот мифология, она распространяется на многие-многие территории, а рисунок этот изображен на Алтае. То есть это буквально иллюстрация к древним мифам и сказкам, причем еще и первоисточник. Наверное, можно так и считать. По второму вопросу. Нарада, Космич айтаги дейн. Алтай, айлем меденитинен бір улкан ошағы депісіну керек. Енді бундағы пакті маяту керек. Масян, жага солтүстік сенгір тауның, үнгірден табылған, 1065 жылы Акландикап, ақсақасыода болу, Сонды дәлдеген ойынша маааа Пранция, Испанияның үнгірден табылған. Біздің сал жыл санамыздың бұрынғы серебелгі 1260 жыл бұрынғы, Испаниямен, Пранцияның жәнгі Альтамир, Де фонгомен деген сияқтың үнгірдердің табылға сүреттермен, А также, во время того, что на экономике Ильдий, в том числе, обладают в Сенгер, и в Сенгер табы, и в Сенгер табы, и в Сенгер табы, и в Сенгер табы, и в Сенгер табы. Мумуд, Европа, Европа. Теогик. Без Европа. Сонда, Мумуд и Теогик в Алтай? Нет. Сонда, в тот же время климат был. В тот же время климат был открыт, но нет. В тот же время экология, в тот же время климат только в таспетах. Сонда, в тот же время Эвропа были сады. В 1909 года Теогик в результате в Европе в Сонда, В нем было было написано, что это было написано, «Европа – в Сонда, это было написано, что это было написано, соль кусток сенгертауна она суреттерді кушуру болт алимбай жердегі нынги ембар европалық тостарымыз ишкенен басылың қырап бұл азиядады үлкен меденед бареконгой дейінді мойын дейтым бұл дейткені екен уақыт бірдей уақыт бірдей а соғын жағы сылған нысанның өз бірдей шебердегі де бірдей сонтан тек қына европа әлем сурет өнерінің атас емес осы азияда сонышында алтайда соның атас екенінің көржет бар бұл бір екінші әлем мәдениетінің бір үлкен ошағы дейтін северіміз жағы көні тас тәуірінен бастап адамзаттың қолымен пайда болған дүниенің барлық алтайында болматыр сонтан бұл әлем мәдеркеніетінің әлем сивилизациясының бір үл Жағы көмендің қookскер үлкені әлем бір үлксэрі көсетті Қғы әлеміп И вот на входе здесь, слева там видели такое изображение в виде бабушки, оно называется Лух Хуртаяхтас, дословно понятно, как переводится, большая каменная старушка. Так вот, до сих пор ей поклоняются Хакасы и не только Хакасы. Почему? Потому что она обладает каким-то уникальным свойством, хотите верки, хотите нет. Нет, женщины, которые не могут родить, они приезжая вот к этому изваянию, проведя определенный обряд, прислонившись здесь, подержавшись за нее, они потом нормальными становятся женщинами, у них появляются дети. И вот хотите ветер, хотите нет, с Москвы приезжают люди и вот действительно как-то это воздействует на человека. Проводили исследования к некоторым изваяниям, просто вот брали компас, подносили и стрелка начинала как-то менять свое направление. Они какими-то геомагнитными, такими магнитными свойствами обладают, которые толком сейчас не изучены и наукой не объяснены. И в заключение я хотел бы еще сказать о том, что, конечно, Алтай является центром, уникальным центром не только для тюркских народов, но и для многих народов, потому что известно, что там в древности проживали люди европойные расы. Но если говорить о вот этом центре Алтайском, ну это просто, да, действительно, это так, с этим соглашусь, но надо говорить, мне кажется, о более широком понятии, надо говорить о Саяно-Алтайе, потому что вот если посмотреть на карту, Хакасия вообще как бы не находится на Алтайе никак, если бы касается, она является как бы граничной территорией. Но вот Саяно-Алтайское Нагорье является прородиной многих народов, в том числе тюрков, и вот Тува, Хакасия, Горная Шория, не менее сакральные места, но не менее сакральные места. Кражбаев был у нас, и в Туве он был, и в Хакасии был, он поддержит меня в этом плане. Поэтому, если говорить всё-таки мифологически, да, есть миф или как эпос или легенда о том, что тюрки вышли с территории Алтая, они вышли с территории Синьзяна, ушли на Алтай, и там, ну и так далее, там легенда известная, все древнятюрская, и там они, ну как бы, создали свою государство и так далее. На самом деле, это, ну конечно, это легенда, да, но исторически, на самом деле, тюрки не только Алтай занимали, они занимали Саяно-Алтай, и даже вот часть Сападной Монголии, Саяно-Алтайское Нагорье является прородиной. Ну если говорить о тюркском этнице, то это наша прородина, поэтому, пожалуйста, не забывайте про Саяно-Алтай. Ну, на Алтае любят говорить, сперва, Алтай Саян, ну, я считаю, Алтай брендовое понятие уже, из-за того, что, я думаю, всё-таки, благодаря тому, что там побывал великий русский философ, художник, гуманист Николай Константинович Рерих, вот благодаря ему Алтай стал, по-моему, в прошлом веке, вот его, к нему стали относиться вот так трепетно и священно, но, к сожалению, он до нас не доехал, до Хакасии, до Тувы, а те, кто побывает в наших местах, вы согласитесь, вы увидите, согласитесь, что это единый такой комплекс, где наши предки жили, и откуда вообще весь тюркский этнос мировой пошёл, вот как раз, не только с Алтая, но с Саяно-Алтая. Поэтому, вот обратите, пожалуйста, на это внимание. Спасибо. Большое спасибо. Я хотел бы поблагодарить наших гостей в заключении за то, что приняли участие в нашей пресс-конференции. Большое всем спасибо пришедшим. Всего доброго. Спасибо.